Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов. Букингемский дворец раскрыл детали соглашения так называемого Мэгзита, выхода Гарри и Меган из королевской семьи. Теперь они будут большую часть времени жить в Северной Америке, но оставляют за собой резиденцию Фракмор. 2,5 миллиона фунтов, потраченные на ремонт особняка, обязуются вернуть. Но это не значит, что чета полностью исчезнет из публичного пространства. Гарри сохраняет за собой титул принца, остается шестым в очереди на престол и обязан посещать крупные семейные мероприятия. С подробностями Марина Лемаева. Это официально. Гарри и Меган больше не члены королевской семьи. Удивительно, но Елизавета II решение поддержала и опубликовала заявление, где рассказала о том, что понимает, через какие трудности пришлось пройти этой паре за последнее время. С весны этого года чета больше не будет представлять ее величество и не сможет использовать титул «Их королевские высочества». Однако герцогам и герцогини Сасекскими Гарри и Меган останутся, ведь это был свадебный подарок самой Елизаветы. Что касается финансов, доступ к госсредствам закрыт, и теперь звездная семья сама будет зарабатывать себе на жизнь. Следить за коммерческой деятельностью Меган и Гарри никто не собирается, но, тем не менее, вся их дальнейшая жизнь должна соответствовать ценностям ее величества, говорит редактор по вопросам королевской семьи «Ивнинг Стандарт» Роберт Джобсон. Королева совершенно ясно дала понять, что она против того, чтобы Гарри и Меган торговали своими королевскими титулами, и они не имеют права каким-либо образом запятнать этот бренд. Несмотря на это, о своем финансовом благосостоянии супруги позаботились заранее. В декабре на свет появился бренд «Сасекс Ройл», который королевские особы тщательно выстраивали на протяжении последних лет. Под маркой будут выпускаться книги и одежда, а также собираться средства на благотворительность. Как пишет Sky News, они с легкостью смогут заработать до 500 миллионов фунтов уже в первый год своей независимости, а их бренд будет наравне с брендами «Читы Обама» и «Билла Гейтса», комментирует аналитик Allerter Co. UK Энди Барр. Гарри и Меган уже богаты. Гарри унаследовал около 10 миллионов фунтов от своей матери, а Меган заработала 3 миллиона, будучи актрисой. Но их будущий доход будет полностью зависеть от продажи их титулов. Например, лицензирование бренда «Сасекс Ройл» имеет огромный коммерческий потенциал. К слову, Чарльз уже провернул нечто похожее, продав эксклюзивные права на бренд «Дачи Ориджинал». Думаю, что и спонсоры будут стоять к ним в очереди. У Зары Филлипс, старшей внучки королевы, нет работы, но она амбассадор Лендровера. Меган вполне и сама может зарабатывать. Даже если она не вернется к карьере актрисы, одно ее имя может привлечь издателей и телепродюсеров. Одной из причин решения пары отказаться от королевских привилегий называют критику со стороны британских СМИ, которая брушилась на Маркл. Как отмечает британская Guardian, все это можно отследить по сенсационным и унизительным заголовкам. Таблоиды обсуждали как образ ее жизни, так и цвет кожи. Эксперты парируют. Маркл знала, на что подписывалась, и должна была быть более подготовленной. Другие утверждают, что все это история о семейном кризисе. А уход младшего сына Дианы из королевской семьи – напоминание, как изгнали ее саму, пишет The Washington Post. Комментирует глава группы компании Carfax Education Александр Никитич. Действительно, много было разговоров о том, что какой-то антиамериканизм, который достаточно многим в Британии присущен, и различные стереотипы по поводу вульгарных американцев просачивались в прессу, и вплоть до того, что это какие-то были расистские нотки. Навряд ли это играло такую роль, как об этом. Говорят, что интересно, насколько мне известно ни разу, ни Меган Маркл, ни Принц Гарри не говорили о том, что какие-то проявления расизма по отношению к Меган происходят. Я о чем совершенно искренне переживал Принц Гарри, это то, что вот это внимание прессы может превратиться в травлю. Он знал о том, как его мать пострадала от этого, и не хотел, чтобы такая же история повторилась с его женой. От критики бывшей королевской четы не удержался и отец Меган. Как пишет Daily Mail, Томас Маркл заявил, что своим поведением пара унижает достоинства королевской семьи и превращает ее в Walmart с короной на голове.